Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 1 ноября, и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. ОВН. Перед вами распахнутся двери в мир науки. Астрономическая обсерватория Аресиба, расположенная в Форте-Рику, в 1963 году была официально открыта. Радиотелескоп, установленный в Аресиба, в настоящее время крупнейший в мире из использующих одну апертуру. Тельцы. Вы перевернете устоявшиеся традиции на предприятии. По инициативе Мустафы Кемаля в Османской империи в 1922 году была упразднена монархия. Впоследствии он стал первым президентом Турецкой республики. В ноябре 1934 года турецкий парламент присвоил ему имя Ататюрк, что означает «отец тюрка». Близнецы. Будьте осторожны. Даже имея неограниченную власть, не всегда можно спастись от бедствий. Правление португальского короля Жузе было отмечено Великим Лиссабонским землетрясением, произошедшим 1 ноября 1755 года. Оно повергло в руины Лиссабон, столицу Португалии, и унесло жизни более 100 тысяч человек за 6 минут. Столица была откроена заново ценой огромных издержек. Иконная статуя короля Жузе по сей день является центральной на главной площади Лиссабона. Раки. Исторически важное событие, вероятно, коснется вашей личности. В 1993 году был основан Европейский союз, объединение 27 европейских государств, подписавших договор о Европейском союзе. Союз не является субъектом международного публичного права, однако имеет полномочия на участие в международных отношениях и играет в них немалую роль. Львы. Успех в карьере не заставит себя долго ждать. В Реймском соборе в 1179 году короновался Филипп II Август. Филипп рано поставил себе целью округлить свою территорию. К этой цели он шел прямо и неуклонно, пользуясь малейшим поводом. Он вел политику собирания и укрепления за собой завоеванных областей. Филипп обнаружил и талант полководца, и искусство дипломата, и мудрость законодателя, и организатора. Девы. Вам окажут поддержку знакомые и друзья. Китайские принцы в 1915 году проголосовали за установление в Китае монархии с Юанем Шикаем на императорском троне. Юань Шикаем известен в китайской истории как авторитарный правитель, опиравшийся на военную диктатуру, а также как президент с широкими полномочиями с 1912 по 1915 годы и самопровозглашенный император. Весы. Не стоит обороняться от тех, кому вы дороги. Китай-город в 1612 году был взят штурмом бойцами народного оболчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Гарнизон Речи Посполиты отступил в Кремль. Скорпионы. Новое место жительства порадует необыкновенной красотой. В Вашингтоне в 1800 году завершилось строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели – президент Джон Адамс с женой. Вместе с супругой Абигель Адамс основал целую династию политиков. Его сын Джон Куинси Адамс стал шестым президентом США в 1825 году. Стрельцы. Возможно, вас пригласят на премьеру спектакля. В Лондоне – столицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Англии впервые были представлены произведения Вильяма Шекспира. В 1604 году – трагедия «Отелло», а в 1611 году – романтическая комедия «Буря». Козероги. Вы победите в схватке с конкурентами. Демократ Вудро Вильсон в 1912 году одержал победу на президентских выборах в США. Он набрал 435 голосов выборщиков против 88 голосов у Теодора Рузвельта, представителя прогрессивной партии, и 8 голосов у республиканца Вильяма Говарда Тафта. Водолей. День насыщен необычайными явлениями. Магелланов пролив, пролегающий на юге Южной Америки, соединяющий Тихий и Атлантические океаны, впервые был открыт в 1520 году Фернаном Магелланом в течение его кругосветного путешествия. Однако есть версии, что пролив был известен и ранее, а огненная земля в то время считалась северной частью неведомой Южной Земли. Рыба. Ваш творческий талант оценят по достоинству. Потолок Сикстинской капеллы, нарисованный Микеланджело, впервые был показан публике в 1512 году. Итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель Микеланджело Буонаротти был одним из величайших мастеров эпохи Ренессанса. Обладая талантом, не распыляйте его понапрасну. Как сказал Максим Горький, талант, как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать повода во все стороны, конь превратится в кляч. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин.